Друзья, всем привет, с вами Гамилькар Барка, это у насотвор нашествия варваров Играем за Алиманов, Extended Mod, ссылочка на него в описании к ролику Также в описании к ролику ссылочки на мои социальные сети, инстаграм, вконтакте, ссылочки на данный шиналят Лайк, подписка, колокольчик, всем приятного просмотра Достаточно давно, вот реально очень давно записывал предыдущую серию И здесь, на самом деле, наверное, первые минуты 10 я буду немножко раздуплять человека Как тут происходит, какие у меня были планы вспоминать Но сразу, что приходит мне на ум, это то, что у нас тут серьезная жопа с саксами Серьезные стэки, они против нас здесь собрали, по крайней мере, два мощных стэка Один рядом с нашей столицей тусуется Второй на подходах тоже в сторону Аргентаратума и Августу Ну что, на Метума, но мы его перекрыли здесь на мосту Я думаю, если они нападут, попытаются штурмовать мост, мы их там просто тупо расстреляем На помощь спешит стэк из Южной Галии И война в Италии, в принципе, более-менее нормально продвигается Тут кельты приплыли, но к гарнизону в Кандальте достаточно серьезно Я думаю, если на нас нападут кельты, мы задефаемся Плюс гарнизоны в соседних городах тоже окажут поддержку Такие делам предлагаю начать с вот этого вот боя Да, можно здесь попробовать подраться Разгромить сразу эти армии, попытаться Аквилею взять А потом снарядить экспедицию на захват Апинкума Пойдем подеремся, не уверен я в своих силах в данный момент Потому что болею, насморк небольшой и самочувствие так себе Могу не успеть все законтролить, все правильно Отдайте правильные приказы, так что, надеюсь, что обойдется Так, гучника у нас прям вагон, 7 штук Тут опция, значит, подкайтить Много пехоты хорошей с топорами, да Писали в комментариях показать юнитов Я вроде бы показывал, вот они Новый юнит, который добавлен на лиманом Это топоры севера Вот так они выглядят, похожи на юнита из Меделого 2 Так, в общем, какой-то копипаст У данных, по-моему, такие вот парни были С бердышей, ну, что-то по типу бердышей У меня такие большие двуручные топоры Хотя, как бы, они большие двуручные Но в другой руке юнита щит На самом деле, немножко странно выглядит, но Ладно Легионеры Ну, это стоковый отряд, он был и в ваниле Ветераны-легионеры-наемники Ну и, конечно же, две великолепные бургундские кавалерии Плюс генерал Это у нас Хартар, да, по-моему? Ну, в принципе, все враговские войска подходят с одного направления Примерно, да, плюс-минус У нас Хартар Плюс-минус Ветер janг Минус Очевидно Легионеры-п размечания Кто-то Буржер Они П�akter Скоро Продолжение следует... 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 Так, на небольшой такой стек нарисовался такой, полу стек даже. Ворная солянка такая. В принципе этих пацанов можно отправить на нашу родную землю в августном этом, примерно туда. Готовится к столкновениям с таксами, таксончиками. В Женеву осадили саксы, но мы сейчас снимем эту осаду, я надеюсь. Ихатамагус они осадили, ладно, мы осаждаем кондату пока что. Посмотрим, что там за войска. Да, там ухучники в золотых лычках. Штурм от города это будет кровавая бойня, там салат полевой армии, они задефают сто процентов. Поэтому я пока не буду штурмовать. Пиши германские паладины, тоже самое. В капусту порубят нашу пехоту во время штурма. Поэтому делаем его в осаде, аримину. Ну тут шансы есть, давайте попробуем взять. Заработали немножечко денег. Кстати говоря, почти без потерь. Хорошо. Готовы мы с этой армией драться, парни, как думаете? Давайте осадим, у них город какой-то в ответ на то, что они у нас осадили город. Здесь надо генерал назначить по поводу. 29, 0, 36, 1, 35, 1, 32, 1, 38, 44. Особо полканы не блещут те, которые у нас сейчас есть. Давайте, я не знаю, давайте вот эту хусачану назначим. Командором. Командором. Ага. О, нет. Меня германа. Пол Avwin. Полcon. Они очень известны для вас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь general, chief chief так мы поехали в сторону Уженевы будем снимать осаду Уженевы здесь еще Да, саксы доставляют серьезных проблем нам. Они нас преследуют, то есть битвы не избежать. 2-3 кавалерии, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-5, даже больше, 1-2-3-5-6. У них нету стрелков, поэтому если попробовать вырубить кавалерию у них и 6-ю семью нашими лучниками пострелять, может что-то и получится. Ладно, пойдем, посмотрим еще, позлогольствовать. Небольшая возвышенность, мне кажется удобная, точка для боя. Так, есть кавалерия. Три отряда, да? Так, копейщики. Пушечное мясо, к сожалению, да? Три отряда, да? Три отряда, да? Три отряда. Три отряда, да? Три отряда. Три отряда? Она решает долгие. Ya начинает продолжать체적ного сидения, Или includingSECiksiksiksiksiks visto? Что-то у них нет. Ц distributed to ourselves들. Ну а введевлю них нет. Ой, может быть потом, кажется, bleibt их我agi. Лезет меня вот так. Это, конечно, расставлятьdr Gesellschaft. Если вы будете там от этого, чтите? тут прям сразу бежит больница блять я отвратительно играю у кавалерии вот просто максимально хуёво что уебанский сыграл отвратительно если я и здесь проиграю это будет вообще жесть а и 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 Хорошая идея, кстати захватить осадные башенки и с них расстреливать чехоту Хорошая идея Хорошая идея Твои башенки превратились в воду и он улетает от борьбы Хорошая идея 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 Блин, мало кавалерий. Субтитры сделал DimaTorzok Попробуем подокружить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok